Вынужденная самоизоляция, как говорят психологи, не только полезна, но и вредна. С одной стороны, она, безусловно, позволяет сдерживать лавинообразное распространение пандемии в России, и это, безусловно, крайне важно. А с другой стороны, уже засидевшиеся на изоляции граждане все чаще жалуются на психологический дискомфорт, на участившиеся скандалы и нарастающие раздражения от однообразного образа жизни в ограниченном пространстве. Нередко это выливается и вовсе в самое настоящее домашнее насилие. Причем это явление становится настолько распространенным, что на уровне руководства регионов была начата проработка вопроса о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин. Такую рекомендацию региональным властям дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Тема домашнего насилия приобрела особую актуальность в режиме самоизоляции. Выяснилось, что сегодня конфликты между супругами или сожителями случаются гораздо чаще. Так, в марте на всероссийский телефон доверия для женщин позвонили аж 2537 пострадавших, что на 24% больше, чем в феврале. Причем в условиях самоизоляции стали фиксироваться случаи агрессии и в тех семьях, где раньше подобного никогда не происходило. Не сказать, что его не было, но, скорее всего, было, но было в латентной форме. И люди такие, которые склонны к насилию, они находили способы, куда свою агрессию слить, так называемые. Это спортклубы, это груши, допустим, ну, та же спортклубе, это жизненная активность, там, езда за рулем побибикать там или обогнать кого-то. То есть они скидывали это напряжение в другой форме. И когда они находятся на изоляции, это скидывать невозможно привычной формой, она накапливается, а способа разрядки по-новому нет. И, соответственно, как бы тогда наступает ситуация, когда происходит насилие в семье. Атмосфера агрессии в семьях сегодня усугубляется не только повсеместным режимом самоизоляции, но и приостановкой деятельности многих организаций, занимающихся профилактикой девиантного поведения, отмечает психолог. Раньше жертвы могли уйти в специализированные центры помощи. Сейчас же большая их часть закрыта из-за пандемии. Впрочем, и сами жертвы насилия далеко не всегда готовы обратиться за помощью. И тем более раз и навсегда покидать домашний очаг. И это объясняется психологией жертвы, говорят специалисты. Здесь в этой ситуации их самооценка низкая. Они не уверены в том, что действительно они могут что-то сделать сами. И второй момент важный — это то, что они часто не могут поверить в то, что в этом не виноваты они. И в-третьих, абьюзивный человек, он тоже ведет себя определенным образом. А если жертва от него уходит, он начинает быть очень нежным, очень ласковым, очень бережным, заботливым. Умолять, просить прощения, валяться, что называется, в ногах. Говорят, вернись, я все прощу. И жертва обычно верит. Он все, он изменится. Я его своей любовью изменила, я его спасла. Но как только жертва возвращается, все начинается заново. Помимо создания кризисных центров, депутатами Госдумы России были предложены еще несколько вариантов помощи жертвам насилия в семьях. В частности, они предложили включать защиту от домашнего насилия в меры по поддержке населения в период пандемии. Эта инициатива предполагает обеспечение достаточного числа убежищ для пострадавших и создание координационных центров для оказания медицинской, юридической и психологической помощи. Также депутаты предложили не штрафовать жертв насилия за нарушение режима самоизоляции или карантина. Но пока это только намерения. На деле, жертвы домашнего насилия пока все еще почти беззащитны перед агрессором. В России уже было несколько попыток принятия закона, который бы определял, что такое домашнее насилие, устанавливал бы какие-то нормы регулирования, но пока такого закона нет. А жертвы домашнего насилия, которые все-таки решили уйти из дома, могут попросить помощи у социального приюта для матери и ребенка, который находится в деревне Колесниково Калининского района. На данный момент центр «Жизнь одна» — это единственное в регионе место, куда могут обратиться все женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Его адрес — Некрасовское сельское поселение, деревня Колесниково, улица Гвардейская, 21. Телефон для связи — 8 903 809 22 29. Конечно, не остаются в стороне от этой беды и средства массовой информации. Мы многократно делали материалы по этой теме и впредь всегда готовы поддержать тех, кто стал жертвой чьей-то распущенности и агрессии. Продолжение следует...